Ненецкий округ 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 Это с единственным поставщиком работать, и когда вообще никто не выходит на конкурс. Это значит, что нужно выходить на губы, на мупы, на государственные предприятия, которые бы вот эти вопросы решали на местном уровне без всяких конкурсов. Для решения проблемы комитет Софеда рекомендовал собранию депутатов Нинецкого округа подготовить законодательную инициативу. Мы не одиноки, об этом звучит на всех форумах. И другие субъекты поддержали нас. Сказать, что бы мы были один голос в пустыне, нельзя. Потому что действительно нас поддержал Красноярский край. Очень сложно предпринимателям торговать и юридическим лицам, и учреждениям бюджетным участвовать в аукционах именно на территории Коранево-Севера, где есть определенная труднодоступность, и фактически отсутствует логистика. Поэтому эти проблемы умножаются. Еще один вопрос, вынесенный на повестку дня – совершенствование системы налогообложения в целях стимулирования малого и среднего бизнеса в районах Крайнего Севера. Как отметила Наталья Кордакова, предприниматели изначально находятся в неравных конкурентных условиях из-за высокой налоговой нагрузки, которая связана с повышенными страховыми взносами. У нас работодатели, независимо от формы собственности, в соответствии с трудовым кодексом, обязаны оплачивать повышенные расходы по компенсационным выплатам. Это районные коэффициенты, северные надбавки. А кроме этого, еще сверху у нас это облагается страховыми взносами. Но страховые взносы с 2012 года увеличены с 14 до 30%, то есть практически в два раза. И в общей структуре расходов у предпринимателей это составляет практически 50 и более процентов. Это заработная плата и страховые взносы. Таким образом, на что им развиваться? Но еще и работодатель обязан раз в два года оплачивать льготный проезд для работников и их членов, их семей. И 24 дополнительных дня к отпуску, которые также облагаются страховыми взносами. Депутаты окружного собрания выступили с инициативой об установлении пониженных тарифов страховых взносов для предпринимателей. Мы подготовили федеральную инициативу, которая уже направлена в правительство для рассмотрения по снижению с 30 до 7% страховых взносов. Это первое. И второе, чтобы непосредственно обложение страховыми взносами на дополнительные комбинационные выплаты убрать. То есть это на северные надбавки, районные коэффициенты дополнительные 24 дня. Мы нашли отклик у наших, не у наших, а у сенаторов Совета Федерации. Но позиция Министерства финансов была простой и безоговорочной. У нас в России единое экономическое пространство для всех. И на данный момент они не очень положительно относятся к изменению каких-либо процедур. Например, или к выводу северных и региональных надбавок из налогооблагаемой базы. Но, чувствуя поддержку сенаторов, я думаю, мы продолжим работать в этом направлении. И нас поддерживают Государственные думы, депутаты. Поэтому у нас есть шансы вместе с другими регионами эти вопросы решить. Изменение федеральное законодательство требует и в сфере образования. Как отметила в ходе заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, замгубернатора нау Наталья Сидорова, федеральный проект «Современная школа национального проекта образования» необходимо включить в мероприятия по строительству пришкольных интернатов и нового здания для коррекционной школы. Прошу поддержать наше предложение по включению в федеральный проект «Современная школа» возможности выделения федеральных средств на строительство инфекционной школы и выделения федеральных соревнований с федерального инфекцией ведет в округа на строительство пришкольного интерната в поселке Комитета. Также вице-губернатор предложила поддержать нау в вопросах капитального ремонта культурного центра в Коткино и Дома культуры в Красном. Общая сумма – порядка 43 миллионов рублей. Кроме этого, необходимо модернизировать и ввести в эксплуатацию модельные библиотеки. В связи с передачей «Полномоченный региональный уровень» мы потеряли возможность получать федеральные средства. В связи с этим мы неоднократно обращались в министерство. На сегодняшний момент нас порадовали, что вопрос практически решен, поэтому мы понимаем, что можем участвовать в конкурсах и привлекать средства на создание модельных уже региональных библиотек. Первую такую библиотеку планируем сделать в поселке Красном. У нас тоже документация уже все готова, поэтому, в принципе, я думаю, что будем уже вскоре запускаться. Еще одна тема, поднятая в рамках Комитета по образованию сенатором от НАУ Римы Галушиной, касалась обеспечения горячим питанием школьников с первого по четвертые классы. На данный момент Ненецкий округ не может претендовать на помощь из федерального бюджета на обеспечение данной деятельности. В регионах были разусланы, информация была разуслана, информация по предоставлению субсидий на горячие питания. Это вот то, что было сказано президентом в послании федерального собрания. Мы не вошли в этот перечень. Конечно, очень странно. Я понимаю, что, наверное, основной, не, наверное, основной критерий – это бюджетная обеспеченность, но, тем не менее, надо понимать, что бюджет нашего округа, он идет, ведь, большей частью на предоставление различных дотаций. Пробуем сделать какое-то исключение, допустим, особый звон, крайний север, для того, чтобы правовая такая возможность появилась. То есть общий подход, потому что если сейчас менять форму, ну, никогда, мы, тем более, здесь очень четко, доходы субъекта, количество детей, и, казалось бы, ключевые факторы взяты за появление суммы субсидий. Но ваше предложение должно прозвучать не как «дайте нам тоже денег», а внести конкретное с точки зрения финансовых подходов, договорились, и мы это напишем прямо в решении комитета. Актуально для региона и развития транспортной инфраструктуры. Как отметила Валентина Саутина, региону необходима реконструкция аэропортового комплекса «Вамдрами», Наринмарского морского торгового порта и капитальный ремонт мостового перехода через реку Колва на автомобильной дороге Наринмар-Усинск. В числе вопросов, которые необходимо решать совместно с Федеральным центром, спикер регионального парламента Александр Лутовинов озвучил развитие малой авиации и дно углубления рек. У нас есть морпорт. Нам говорят о том, что у нас оборота не хватает, грузооборота, поэтому мы не можем решить и пофинансировать реконструкцию морпорта. Эти вопросы взаимозависимы. Но углубления нет, осадки нет. Я сам в течение суток помню, мы торчали в Коми-Республике, когда не могли добраться. И поэтому о какой поставке грузов и, соответственно, увеличение грузопорота может идти речь, когда мы не можем решить эту проблему. Они взаимозависимы. Поэтому важнейшее решение или проблема – это малая авиация. Если коротко, проблема в чем? Ну, наверное, дополнительное финансирование местных авиалиний как минимум. Как минимум. Это вопрос, я хотел бы, чтобы он здесь константно звучал. Эту проблему надо решать. Она системна, не только для нас и для всех северов. С Александром Васильевичем мы здесь общались довольно длительно, пока шло ваше совещание. Еще раз говорю, подробно этот вопрос излагали. В одиночку мы его вряд ли решим. По итогам обсуждения сенаторы поддержали инициативу региона и подготовили в адрес правительства, Министерства транспорта, Минобороны и Росавиации соответствующее обращение. От решения вопросов, поднятых на комитетах Совета Федерации, отметила уполномоченный по правам человека в Нинецком округе Лариса Свиридова, зависит реализация основных конституционных прав человека и благополучие каждого жителя округа. Всегда государственная правозащита строится на соблюдении норм законодательства. Но у нас совершенствуется мир, изменяется ситуация, и все, что связано с Арктикой и Севером, это серьезная и живая ситуация. Люди зависят от того, насколько законы могут соответствовать их ожиданиям. Понятно, что все, что мы увидели, это работу, это идейную защиту, такую вовлеченность в работу наших чиновников, которые проделали огромную работу по изменению и по предложениям действующих законодательств, которые сделают качество жизни в нашем регионе, в Нинецком автономном округе, выше. Уникальность нашего региона, его инвестиционный потенциал, особенности культуры и традиции были представлены на выставочной экспозиции, которую посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Основная наша задача была показать, продемонстрировать на днях на Нинецком автономном округе как современный развивающийся регион с большим инвестиционным потенциалом, туристическим потенциалом и обладающий богатой культурой, достижениями. Здесь представлена информация об основных инвестиционных проектах. Это, конечно, порт Индиго, это проекты реконструкции морского порта в Наринмаре, реконструкции авиапортов в Наринмаре и Андроме. Кроме этого, мы рассказываем про туристический потенциал, про Пустозерск, про основные наши достопримечательности, про каньон, большие ворота, каменный город, про тундру, про философию территории. В общем, будет очень интересно, гостям очень нравится, очень все интересуются. Ключевым событием в дни Нинецкого округа в Совете Федерации стал час субъекта, который прошел в рамках пленарного заседания Софеда. На нем глава Нинецкого округа рассказал о ходе реализации нацпроектов и об инвестиционном потенциале региона. Как отметил Александр Цибульский, общий объем доходов на территории субъекта – почти 130 миллиардов рублей в год. Из них более 100 миллиардов поступают в федеральный бюджет, почти 8 миллиардов – в бюджет Архангельской области, и лишь 20 миллиардов остаются в консолидированном бюджете Нинецкого округа. Очевидно, что большая часть налогов уходит в федеральный бюджет, при этом внутри региона на протяжении, наверное, даже десятков лет остаются нерешенными проблемы, которые не позволяют жителям округа чувствовать себя комфортно и получать достойные условия проживания. Часть из них является следствием колоссального износа инженерной и социальной и коммунальной инфраструктуры. 10%, больше 10% жителей живут в аварийных домах, еще большее количество жителей живут в ветхом жилье, критически высокий износ основных инженерных коммуникаций. Это вот та реальность, которая сильно не совпадает с той статистикой, которую мы видим на бумаге. Я могу продолжить перечислять первоочередные мероприятия, реализация которых требует существенных финансовых средств и невозможно присуществующие диспропорции в распределении налоговых доходов. Комментируя выступление главы Неницкого округа Александра Цибольского, глава Совета Федерации Валентина Матвенко отметила, что правительству России необходимо увеличить финансирование мероприятий, направленных на создание достойных условий для жизни людей в Неницком округе. 16% всего лишь собираемых налогов остаются в округе. На мой взгляд, это несправедливо. И мы обязательно подключимся к этой проблеме. Он поставил справедливый вопрос о том, что вся инфраструктура Неницкого округа, включая и жилье, где много еще ветхого аварийного жилья, это в регионе, где добывается нефть-газ, это совсем несправедливо. И нужны средства, ресурсы для того, чтобы привести все это в порядок, настрой такой есть, надо поддержку и помощь, безусловно, федерального бюджета. Еще один вопрос, обозначенный Александром Цибольским, от решения которого в развитии Неницкого округа можно будет сделать реальные прорывные действия, необходимость обсуждения федеральных законопроектов и других нормативно-правовых актов с регионами еще на уровне обсуждения. Нам кажется, что, говоря о повышении роли губернатора, крайне важно обсуждать инициативы, которые принимаются федеральным правительством и другими организациями, имеющими правоотворческую инициативу с субъектами российской версии для того, чтобы они по-настоящему отвечали тем запросам, которые есть на этих территориях. И для этого я предложил рассмотреть возможность внедрения механизма, аналогичного механизма оценки регулирующего воздействия бизнесом, как это делается для нормативно-правовых актов сегодня, для тех нормативно-правовых актов, которые будут вводить новые регуляторные правила, затрагивающие жизнь на территории субъектов. Эти задачи, которые Александр Витальевич здесь озвучил, они чрезвычайно важны для нас, для того, чтобы мы могли и в законодательной плоскости решать перспективные задачи, которые в конечном итоге позволят развивать наш регион хорошими и быстрыми темпами. По итогам заседания «Час субъекта» подготовлен проект постановления. Как отметила Валентина Матвиенко, он будет доработан и окончательно принят на следующем заседании. Мы сформулировали вместе с руководством округа те меры поддержки государственного и с федерального уровня, которые, на наш взгляд, необходимы сейчас для более успешного развития. Потому что главная цель – это, конечно, чтобы увеличились доходы граждан-жителей Ненецкого автономного округа, чтобы улучшились условия их жизни, условия их труда, занятость и многое другое. В целом, Валентина Матвиенко высоко оценила организацию проведения дней Ненецкого округа в Совете Федерации, отметив высокий потенциал региона. И это, сказала глава Софеда, результат тех, кто живет и работает в Ненецком округе. Субтитры создавал DimaTorzok